всем привет сразу хочу сказать спасибо всем тем кто пишет комментарии под роликами всем тем кто оказывает материальную поддержку каналу это очень здорово очень приятно комментарии читаю с удовольствием иногда на них отвечаю иногда мне не хватает времени а группу моторхед я не люблю если что если кто-то подумал что-то плохое обо мне то не надо я парень хороший моторхед не люблю люблю более внятную музыку типа сепультуры пантеры еще немножко разного хорошего и не очень хорошего например там каптана вихарда и прочих зап вот что я могу сказать года идут а мы все те же как говорится что-то задело меня опять бита в комментариях на тему того что джимми пэйдж слабый гитарист и ля ля-ля вот это все вот это все в одну дуду но парни джимми пэйдж гениальный гитарист есть конечно разные мнения на этот счет видели видели мы эти ролики все видели с критикой до санта на запы роберта фрипа и прочее прочее джимми пэйдж гениальный гитарист и говорит тут не о чем вообще вообще не о чем просто ну нет нет предмета для спора потому что что солнце встает на востоке заходит на западе будем это обсуждать или нет и что игру джимми пейджер обсуждать гитару вообще все эти разговоры кто лучший гитарист кто худший гитарист кто это так смешно так нелепо так так как-то господи ладно не буду вот в комментариях мне напомнили кстати о группе юкой да если я напомню еще раз вам если вы хотите что я показал вашу любимую пластинку какой-нибудь рассказал о ней посмотрите сначала в плейлистах что у меня происходит там около 300 уже роликов поэтому наверняка не наверняка но есть шанс чтобы эту пластинку там обнаружить уже точнее ролик записанная в этой пластинке но вот ролика группе юкой у меня не было до сих пор пластинка у меня лежат много-много лет если не десятков лет могут это переиздание а вот это старенькая пластинка которая у меня не знаю сколько десятков лет лежит дан жермании второй альбом группы юкой 78 если я не ошибаюсь год я уже забываю все эти годы 70 79 до 78 это первый вот и один из зрителей попросил рассказать о группе юкой но рассказывать о группе юкой смысла большого я не вижу потому что про нее очень много написано в интернете хотя на самом деле немного потому что история у группы юкой коротенькая совсем четыре зверских музыканта четверо зверских музыкантов точнее мощнейшие фигуры так называемого прогрессивного рока эдит джобсон джон вэттон алан холсворд и билл бруфорд это вам и yes это вам кинг римсон это вам юра и хип и рокси мюзик и фэмили прекрасная группа лучшая группа в которой играл в этом на самом деле но я шучу кинг римсон тоже неплохой коллектив прямо скажем прямо скажем и вот собрались они вместе после того как кинг римсон приказал долго жить как эдит джобсон тоже оказывался неудел и собственно эдит джобсон и являлся организатором этого супер проекта собрал вместе бруфорда вэттона сел с ними в комнате стал думать о том что они записать ли нам пластиночку они создать ли нам коллектив из настоящих музыкантов которые умеют играть и кипят идеями хочется высказаться вылететь идеи иди джобсон вообще молодой парень совсем был на тот момент времени прекрасный скрипач прекрасный клавишник что он доказал и кей кстати говоря но захотели они гитариста и по моему бруфорд привел алана холсфорда состав группы который стал называться у кей и на этот киндом а холсфорд это прекраснейший музыкант к разговору о том кто лучший гитарист кто худший гитарист я ни разу не читал нигде чтобы кто-то упоминал алана холсфорда все что угодно все кто угодно в основном металлические гитаристы но вот про холсфорда что-то я нигде не читал хотя поговорим еще о нем обязательно отдельно а холсфорд он интересный очень человек он гениальный действительно гитарист который не любил звук гитары не нравилось ему как звучит гитара никогда с детства причем и он гитару все-таки обрабатывал 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 звук я имею ввиду и звук у него конечно абсолютно своеобразный абсолютно свой ни на кого не похожий и играет он при этом совершенно виртуозно невероятно просто со своей собственной техникой но там тэппинг все это конечно все это присутствует скажу послушать скажу а там не не играет неплохо это тэппинг это все так играют ну все да не все это тоже по-разному все делается короче говоря стали они репетировать заключили контракт с рекорд лейблом и выпустили первый альбом вот он вот он первый альбом который называется просто юкей 78 соответственно год всеми седьмом они собрались в семьдесят восьмом вышла пластинка которая стала здесь у меня написано на переиздание что журнал rolling stone включила в 30 лучших альбомов про грока всех времен и народов и она помимо того что журнал rolling stone при нее написал это она и продавалась очень хорошо все было хорошо концертов шквал просто был уюкой здесь есть у меня где-то вкладочка такая красивенькая красивенький буклетик с лицами артистов и с расписанием их гастролей и их концертов очень много очень успех был в общем фантастический несмотря на то что время было такое когда так называемый прогрессив рок уже стал чахнуть совершенно отчетливо и genesis и если king crimson king crimson вообще перестал играть да а если genesis тоже как-то стали так непонятно чем заниматься gentle giant уже другую музыку играли немножко на излете своей карьеры кстати говоря очень хорошую две последних пластинки gentle giant мне очень нравится цивили в месяц писает цивили а нет там еще одна есть это не важно расскажу потом попозже про них и пластинка я повторюсь очень хорошая просто она настолько мне понравилось и нравится до сих пор и она в общем-то и не устарела по звуку несмотря на то что 78 год про те же самые музыканты да в этом джобсон бруфорд холсворт все оттуда и казалось бы время должно застыть нифига подобного очень все современно звучит понятно что с налетом с духом того времени конца 70-х но in the dead of night вот эта сюита из трех частей грандиозная она такая вся разная такая красивая так здорово сыграно и так здесь в этом спел на всем альбоме особенно в песне 40 years потрясающий вокал у него здесь time to kill на второй стороне mental mediation тоже просто дал такого певца он всегда хорошо пел и и в юрай хип он пел да помните на альбоме high and mighty если я не ошибаюсь не ошибаюсь по моему там и family он пел и в king crimson он пел и все в общем все хорошо но здесь вот такие верха у него появились как-то он распелся так здорово эдит джобсон электрическая скрипка клавиши и электроника всякая разная и эдит джобсон здесь накрутил так таких звуков таких тембров которых не было ни у вейкмана вейкмана кстати планировали пригласить в этот состав но не сложилось по контрактные обязательства не позволили так вот не у вейкмана не у эмерсона таких чудесных тембров таких синтезаторных звуков новых не было хотя брайан и на уже давным-давно говорил что в плане звука человечество достигло предела и новых звуков уже изобретено не будет ничего подобного будет изобретено и джобсон доказал это еще в 78 году когда казалось что все уже как бы аналоговые синтезаторы исчерпали себя аналоговые синтезаторы в полный рост выдали новое совершенно здесь звучание очень здорово но вот это вот грандиозная сюита хотя казалось бы 78 году уже прошло время этих все нет не прошло потому что драматическая роковая первая часть in the death of night с качающим басом свинговым таким джона вэттона с подкладкой всех клавиш скрипки гитары холсфорда гитар здесь очень скупо он дает такие пассажи между куплетами но такие виртуозные так так здорово оживляет это все что просто прекрасно вторая часть by the light of day лирическое и третья часть представиваться внутри прайс еще более громкая грандиозная чем первое in the death of night просто какой-то качалово дальше цитиерс лирическая медленная очень красивая с с около джазовыми такими подкладочками под голосом очень точно все сыграно и я еще раз повторить около джазовые такие штучки но электронные все все электронные все прогрессив рог британский все хорошо и во второй части опять врубается мощь опять врубаются все понимаем что это крепкая рок-группа настоящая аляска на второй стороне пьеса джобсонов такой инструментальчик входящий задающий настроение и time to kill шикарная песня с шикарным повторюсь простите за автологию за тавтологию вокалом вот она с прекрасной гитары уже здесь холсфорда он уже здесь включается хотя вы все песни в основном на написаны эдди джобсоном и в этом в этом писал текст а джобсон писал музыку в основном поэтому возникли конфликты уже во время записи во время выхода первого альбома nevermore и mental medication который nevermore там холсфорд развернулся и на акустической гитаре и на электрической и просто показал себя со всех сторон mental medication я уже говорил что это просто бенефис и холсфорда который написал эту пьесу и в этом по вокалу и казалось бы все блестяще все здорово свежая музыка до сих пор она очень хорошо воспринимается не устаревшая в отличие от многих-многих-многих пластинок так называемого прогрессив рока 70-х годов и вроде вот в полный вперед но вторая пластинка это для меня просто дикое разочарование дикое разочарование хотя когда я был юн и мне было лет девятнадцать я эту пластинку очень любил ну я был юн романтичен мало что еще сравнительно слышал мне попала в руки эта пластинка я с удовольствием и слушаю никого что круто хотя здесь уже уволились из группы и холсфорд и бруфорд почему потому что вэттона и джобсона потянуло в поп-рок к чему это все пришло мы знаем в этом пришел группе азия к этому на взгляд чудовищному проекту совершенно но хотя деньги он приносил и слава богу музыкантам тоже нужно есть прекрасно они проводили время в этой группе азия и играли чудовищно какую-то громоподобную бессмысленную и беспощадную музыку красивенькую якобы даже и не особенно красивенькую первая пластинка очень хорошая а то что дальше было там просто на мой взгляд просто кошмар какой-то невероятный и вот захотели они играть такие просто песни просто песни приправленные припудренные сложностями разными инструментальными типом и умные но тоже все вот мы все умеем все все красиво сложно якобы сложно интересно но доходчиво для публики которая смотрит телевизор ест котлеты и по радио звучат наши песни группы и и она покупает наши пластинки очень здорово но бруфорд и холсфорд отвалились сразу сказали что нет нас это нам это вашей жизни не надо вот это вот вот эти песенки ну хотя здесь как бы и не песенки здесь как бы все слух все да все вот это самое вот тот самый как бы арт-рок но песни песни до дендер мани которая мне страшно нравилась в юном возрасте начинается с клавиши дендер мани таки ах эхма пошел арт-рок мать его так и раз так но очень такая доходчивая штучка рандеву следующая песня это вообще радиохит это просто но она и стала хитом она крутилась там везде по радио и не по радио и на концертах люди просили все так здорово да ну единственное что довольно things she needs последний номер тут на восемь минут тут проснулись как бы артисты и заиграли да бруфорд заменил терри бозио чтобы чтобы знали да барабанчик и в общем вся пластинка она такая из песен такое преддверие группы азия только лучше чем азия раз в сто примерно но все равно в ту сторону в общем а после этого группа прекратила существование потому что двигаться дальше уже было некуда холсфорд стал записывать прекрасные альбомы вот мы поговорим об этой пластинке отдельно потом metal fatigue metal fatigue усталость металла называется она эдди джобсон пошел в группу jet rotal а джон в этом группу азия и на этом завершилась карьера группы которая могла бы покорить мир ну собственно его и покорила но на очень короткое время буквально на два года хотя могли бы еще и ого-го но амбиции творческие планы творческий непокой желание заработать как следует ну всякое бывает однако первая пластинка она шикарно пошел пить пока